В Петергофе после реставрации откроются дворец-коттедж и готическая капелла. Обе постройки 19 века в одном архитектурном стиле. Реставраторы вернули им исторический облик вплоть до цвета фасада. Что изменилось, расскажет Екатерина Фисенко. Целый дворец, который поместился в небольшом коттедже Петергоф Николая I, это не роскошные парки с фонтанами, а этот скромный, Александрия. В советские годы он был чем-то вроде парка культуры и отдыха с каруселями и сахарной ватой. И только сейчас, после реставрации, приобрел достойный императорский вид. Николай I поступил очень правильно и мудро. Он ничего не стал перестраивать по-своему в Нижнем парке. Всюду из коттеджа ходил выпить тот стакан карлсбатской воды для здоровья. И ходил пешком в Момблизир, пил там второй стакан. И вообще всем Романовым думалось очень хорошо в Момблизире. В трехэтажном коттедже помещалась вся императорская семья и слуги. У Романовых он передавался по женской линии, от императрицы к императрице. Не о готика во всем. И в чугунном литье, и в этих горгульях на фасаде. Очень скромная спальня Марии Федоровны. На ковре дата коронации супруга. Это та самая спальня, по которой по воспоминаниям в 19 веке лягушки прыгали. Климат Петербурга наносит немалый вред дворцам. Реставрация была масштабной. Кровлю мы полностью поменяли. Мы приняли важное решение. Мы поменяли цвет кровли. До реставрации кровля была серебристого, нейтрального цвета. Сейчас она зеленая. Постоянный мотив, герб, который придумал Жуковский. Николай I меч и Александра Федоровна венок из роз. Эта пара романтиков обожала Александрию. Свой коттедж и готическую капеллу, которую тоже отреставрировали и вернули истинный цвет. Серой гостилицкой извести. Готическая капелла это домовая церковь Романовых в Петергофе. Конечно, императрица была крещеной в православной вере, но в угоду ее вкусам и по моде тех лет храм был выстроен в таком католическом стиле. Но на шпилях православные кресты. И это едва ли не единственная русская церковь в готическом убранстве. Внутри традиционный иконостас. Здесь проходили все службы Романовых. И здесь же отпевали Марию Федоровну 13 лет назад во время церемонии перезахоронения. Место, которое так любили императорские семьи. И на смертном адре Николай I просил сына Петергофу передай привет. Екатерина Фисенко, Алексей Сосырин, Александр Бурушков, Галина Орлова. Вести. А ну давай балет! Есть балет, товарищ командир! Лебединое озеро! Держитесь! Т-34. Учись, Квазимода! 9 мая в 21.00 на канале Россия. Субтитры создавал DimaTorzok